Добрый вечер Миссион Импассибл Режиссер фильма Брайан Депальма, автор сценария Дэвид Коуп и Роберт Таун С Нобом входить в кинозал не рекомендуется Как говорит исполнитель главной роли, он же продюсер фильма, суперзвезда Голливуда Том Круз Фильм этот абсолютно кукурузный Типичный летний развлекательный фильм Головокружительные трюки, захватывающая интрига Словом, два часа чистого адреналина Итак, задание неосуществимое Миссион Импассибл Таково ваше задание, если вы возьметесь за его выполнение Если вы или кто-нибудь из АМФ Импассибл Мишн Форс Отряды по выполнению невыполнимых заданий Попадет в руки противника или будет убит Шеф ликвидирует все сведения о вашем существовании и ваших действиях Надо сказать, что ничего экстраординарного в задании, которое получает герой фильма Знаменитый разведчик Этан Хант, нет Предупреждение, которое он получает, кстати, в общем-то пустая формальность Он слышит его всякий раз, когда соглашается возглавить операцию по осуществлению неосуществимой миссии Холодная война окончена, но ее следы все еще свежи И по одному из них и предлагает пойти Этану его шеф Джим Фелс Его играет Джон Бойт Русский дипломат намерен завладеть в Праге списком американской агентуры в Европе Задача Этана, скомпрометировав дипломата, перехватить список Все детали операции разработаны, все мизансцены рассчитаны И выверены, как в балетном спектакле Операция идет с точностью, которой могут позавидовать хорошие швейцарские часы И вдруг все начинает трещать по швам Рассыпаться, разваливаться, гибнут Попав в засаду один за другим все товарищи Этана Очевидно, что они стали жертвами чудовищного предательства Аборт! Я не могу сделать это Мы взбросили, Этан Аборт, это правильный Ты спрашиваешь о мне? Почему? И вот когда Этан Том Круз получает приказ свернуть операцию, он отказывается ему следовать На карту поставлена его честь Выжил только он один И на него падает подозрение, что он-то и есть тот самый двойной агент, который помешал осуществлению плана Теперь Этану и впрямь нужно осуществить невозможное Чтобы узнать имя агента, предавшего их группу, и тем самым доказать свою невиновность Ему нужно проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Пока он осуществляет эту задачу Его спускают на стальном тросе в компьютерное святилище ЦРУ его бывший партнер, ныне разжалованный разведчик Его играет французский актер Джин Рина И это, надо сказать, один из самых эффектных эпизодов картины Мы займемся некоторыми подробностями, имеющими непосредственно отношение к ее созданию и прокату Когда раздаются первые аккорды музыкальной темы фильма «Mission Impossible» Композитор Лало Шифрин Зал как один взрывается от восторга узнавания Тема эта на протяжении почти целого десятилетия, с 1966 по 1973 годы Открывала эпизоды популярнейшего шпионского телесериала, на основе которого и сделан фильм В начале фильма агент АМФ Джим Фелпс получает задание на видеокассете Которое, как это происходило в начале каждого телеэпизода Самоуничтожается через несколько секунд после того, как задание считывается Опять восторг узнавания И вслед за этим, как в прежние времена Ой, это ностальгическое, как в прежние времена Он разрабатывает гениальный план по осуществлению миссии Которая на сей раз и впрямь оказывается неосуществимой В сюжете фильма, пишет в Нью-Йорк Таймс Стивен Холден Достаточное количество поворотов, неожиданностей и сюрпризов Чтобы держать зрителей в постоянном напряжении И до последней минуты не дать им возможности угадать, как развяжется узел интриги И если все эти перипетии, в сущности, лишены какой-либо логики Что из того, замечает маститый критик? То же самое можно было сказать и о телесериале Мы верили в происходящее не потому, что оно подчинялось законам здравого смысла А потому, что интриговало нас и держало в напряжении Я могу лишь поверить Холдену на слово, ибо телесериала я не видала В каком-то смысле я оказалась в куда более выгодном положении Чем те, кто пришли смотреть фильм в надежде увидеть на экране, если не буквальную копию То добросовестное воспроизведение духа полюбившейся серии И, безусловно, смотревший фильм с пристрастием, собственно, и критики Так или иначе, но соотносят фильм с телесериалом И те, кто его хвалит, и те, кто утверждает, что авторам фильма удалось осуществить неосуществимое Испортить сюжет, который по определению испортить невозможно Но критики, как известно, хоть и могут добавить ложку дегтя в бочку меда Не всегда этой ложкой могут эту бочку погубить Фильм, вышедший на экран в большой уикенд, Дня поминовения, совершил рывок Который даже руководству студии Paramount Pictures, возлагавшему на миссию огромные надежды, не снился В первые шесть дней проката он собрал более 75 миллионов, побив все рекорды Включая и рекорд, установленный Спилберговским Юрским парком Публика, которая валит на фильм валом, покидает зал, нисколько не сожалея о том, что выложила за него уже даже и не 7 долларов Мы говорим о Вашингтоне, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке цены выше, а 7.25 Цены подскочили на четвертак Заметим, что производство фильма обошлось в 64 миллиона долларов, что по нынешним временам сумма весьма скромная, учитывая размах ленты Безусловную роль в сокращении бюджета сыграл тот факт, что Том Круз отказался от своего обычного, теперь уже обычного гонорара в 20 миллионов, но обусловил получение процентов с прибыли Похоже, что он не останется в накладе, замечает Лэнсинг Во всяком случае, 30 миллионов ему точно обеспечены Специалисты предсказывают, что фильм этот положит начало киносериалу, подобному смертельному оружию или Бэтмену Хотя многие критики замечают, что сюжет фильма излишне запутан, а его стилистика слишком изыскана для приключенческого боевика Шерри Лэнсинг утверждает, что опросы зрителей показали, что они вполне способны разобраться в хитросплетениях интриги Мы нисколько не сожалеем о том, говорит она, что сделали фильм умнее того, что принято требовать от приключенческого боевика Сделать подобный фильм совсем не простая штука Сюжет не дает возможности для разработки ролей, а не данность И потому такая нагрузка падает на актерскую индивидуальность, говорит исполнитель главной роли и продюсер фильма Том Круз Которому, кстати, и принадлежит идея его создания Как и идея интернационального актерского состава Помимо уже упомянутого Джона Войта, американца, и Джина Рино, француза В фильме заняты Ванесса Редгрейв, Великобритания, и Эммануэль Беард, Франция Для меня сложнее всего, пожалуй, было выучить английский текст, признается, одна из популярнейших актрис Франции Зато я попробовала что-то совершенно не похожее на все, что мне доводилось играть Причем столько лет подряд во Франции И это было забавно и весело Кстати, о веселье Самые забавные сцены фильма связаны со всевозможными уловками К которым прибегает партнер Круза Компьютерный специалист и волшебник Которого играет американский актер Вин Креймс Mission Impossible так широко рекламируется на интернете Кстати, не случайно Компьютерный серфинг играет существенную роль в развитии интриги фильма Для нас интернет открывает удивительные возможности, говорит Лэнсен, в смысле рекламы, в смысле возможности доступа к информации совершенно прежде, недосягаемой Пожалуйста, вооружитесь карандашом и запишите, если у вас есть желание слегка побродить по магистралям интернета в связи с миссией, которую осуществить невозможно Пишите H-T-T-P Двоеточие Дробь Дробь W W W Точка Mission Точка Apple В слове 2P Точка Ком Пишется, как русское слово Сом Мы желаем вам счастливого плавания на волнах интернета Миссия кажется невыполнимой только на первый взгляд До встречи в это же время, на этих же волнах, через неделю